Ну, я немного стесняюсь себя показать, возможно, потом покажу, что такое хорошо. Нет, давайте выходите оттуда. А можно задать вопрос без вот так? Я вам отвечу все вопросы, неотвеченных у меня нет. Я вел занятия в пяти университетах. 4 124 вопроса и на все отвечаю. Хорошо, вот у меня немного есть депрессивное состояние, депрессия. Вот как из него выйти, из депрессивного состояния? Видите, нам не положено играть в прятки. Я сказал, что я перед вами открытый. Игнатий Тихонович Лапкин, город Барнаул. Я тоже сразу сказал вам, что я стесняюсь, типа, не показывай себя. Нет, нет, ну, мужчина стесняется. Это не то место, где стесняются, тут наоборот. Серьезно, серьезно. И тут даже, знаете, нарушение правил, что если человек лицо не показывает... Извините, а вы видели местный контингент, что здесь люди делают? Тут написано так, в рулетке, обязательно, чтобы было видно лицо. Я понял, а вы видели местный контингент, что тут люди показывают? Я вижу, 50, примерно, процентов голые мужики, а из них процентов 90 мусульмане. Вот, а вы поэтому удивляетесь, почему я не показываю себя? Нет, не поэтому, не поэтому, нет, не поэтому. У меня опыт огромный. Я знаю вас только полслова, как заговорили. Вы лукавите. Выходи, выходи. Ну, вы же не червяк под землею. Слушай, ну, я не хочу здесь показывать себя. Ну, ладно, все, тогда оставайтесь в темноте один. Вы ни о Боге не услышите ничего. Ну, окей. Я приношу то, что ни один человек в мире не приносит. А вы... Что же, что же? Я приношу то, что человеку ждет. Смысл жизни, все показываю. А откуда вы можете знать смысл жизни, что вы умираете? Вот еще выйдите оттуда, я вам отвечу, еще раз говорю. Так вы же не умирали бы, не можете знать... Ну, все, ладно, ладно, сиди там. Я вообще ничего не поняла. У вас церкви есть паровославные где-то там? Да. Вы сходите, приобретите Новый Завет, Евангелие или Библию целиком. И вам многое Бог откроет. Сходите к батюшке на исповедь. Когда Христос был на земле, в доме у Симона, и пришла одна женщина-блудница, ну, по-нашему, знаете, женщина легкого поведения. И она распустила волосы, плакала на ноги Христа и волосами отирала. И Христос сказал, прощаются тебе грехи многие, ибо ты много возлюбила, и иди, и впредь не греши. И у нее началась новая жизнь. Разбойник на кресте покаялся. Помяни меня, Господь, во Царстве, когда придешь туда. А Христос ему ответил, сегодня же будешь со мной в раю. Понятно. Ну ладно, тогда до свидания. Ну, с Богом. С Богом.